Меня зовут Глеб Краснов, но это уже всем рассказали. Я врач-гириатр и научный редактор приложения «Справочник врача». По своей специальности я занимаюсь болезнями людей старше 65 лет, и лекция называется, соответственно, «Дизайн старости. Какие прелести ожидают у вас после 65-ти». Гириатрия – это дисциплина медицины, которая занимается лечением пожилых людей. Не надо путать с геронтологией. Геронтология – это наука о старении и принципиально разные вещи. То есть у геронтолога не нужно спрашивать про то, почему у моей бабушки, например, проблемы с щитовидной железой. Это нужно спрашивать у гириатра. И сейчас вы видите на экране модель пожилого пациента. Это лекарственная модель, лекарство, время и эффект. Соответственно, что она означает в целом, я расскажу чуть позже. Это очень молодая наука. Она, можно сказать, взяла свои истоки в начале 20 века, в 1901 году. И, в принципе, какими-то вопросами гириатрии люди задавались с античных времен, но больше геронтологии. И вот с того времени все крутится вокруг пяти основных вопросов. Пункты первой болезни по-другому проявляются в пожилом возрасте. Постоянно обсуждается опасность лекарств. Всегда-всегда-всегда люди говорили о преимуществе здорового образа жизни. Но термин здоровый образ жизни сейчас, он, как сказать, нелегитимен. Сейчас мы должны говорить wellness, потому что газета ЗОЖ здоровый образ жизни просто похоронила как термин. И также старичкам или пожилым людям легко причинить вред политическим вмешательствам или эйджизмам. Что такое эйджизм? Это дискриминация по возрасту. Да, если у вас есть маленькие сестры или братья, вы их наверняка называли когда-нибудь мелюзгой или как-нибудь пожестче. И, в принципе, то же самое можно наблюдать в отношении стариков. Даже когда вы говорите старик, да, я специально беру такую лексику, вы автоматически его дискредитируете, потому что это довольно грубое слово. Но в общественном поле, как можно увидеть эйджизм, например, когда Владимира Путина называют дедом, это вот чистые воды эйджизм. И пятый пункт, который появился относительно недавно с появлением доказательной медицины, выяснилось, что пожилые люди — это очень неисследованная группа пациентов, которая в какой-то степени представляет собой загадку для специалистов. Потому что все исследования, у них есть четкие критерии, и пожилые люди всегда оказываются за бортом этих исследований. Потому что с ними связаны очень большие риски отсутствия эффекта какого-либо лечения. По поводу wellness, да, сразу скажем. Все говорят, что здоровый образ жизни — это классно, здорово, и его нужно придерживаться, но никто никогда не говорит, почему это классно. То есть насколько же вредно курение? По данным эпидемиологических исследований выяснили, что курение отнимает в среднем почти 14 лет, ожирение — 4 года, сидячий образ жизни — почти 4 года, высокое артериальное давление — 2,5 года, и недостаточный прием овощей и фруктов — почти полтора года. То есть если перед вами прямо сейчас… Вот есть кто-нибудь курящий, да? А кто вот боится потолстеть из-за того, что бросит курить? Нет, никого? Ну, если кто-то боится, что… Ну, может быть, из ваших знакомых кто-то боится, что бросит курить и потолстеет, скажите, что лучше потолстеть, например. Ну, как-то так. Всего 4 года потеряешь. Всего 4? 10 лет. Да, да. Ну, кстати, знаете, очень интересно. Если вот курение отнимает 14 лет в целом, если бросить курить, то компенсируется примерно 3,5 года всего. То есть зависит от того, как долго куришь и как много, да. То есть тоже это довольно интересная история. Как антиэйджинг стратегии воспринимали в Средневековье, да? Очень много интересного было. Например, считали, что полезно купание в особых водах, например, источник жизни, еще при Александре Македонском там прошел такой слушок, что есть какой-то источник, который там всех оживляет, и того человека, который пустил этот слух, Александр Македонский казнил, потому что он говорит, ну, покажи там, как он оживляет этот источник. Кто-то, конечно, ничего не показал, сказал, что это тайно, и ему голову отрубили. Вот, поэтому лучше не выпендриваться, как говорится. Употребление многочисленных соединений, да, рекомендовали какие-то травы, пить алкоголь и даже вот яички животных, да, так и упоминается в статье, посвященной истории гириатрии. И также почитались сексуальные связи, особенно с детственницами. Один монах в 1249 году даже писал, что запах детственности, он сам по себе, запах детственницы, или дыхание детственницы, само по себе омолаживает. Ну, я что-то в этом не уверен, честно говоря. Вообще, если так вот смотреть в историческом контексте, Россия — это же наследница Византии, да, и Византии, в отличие от России, очень круто была развита культура ухода за пожилыми людьми. В VI веке насчитывалось 10 домов престарелых в Византии, в VI веке, и сформировался в то же время определенного рода тренд, когда кто-то знатный становился пожилым и чувствовал, что он вот-вот умрет, вот-вот скажет всем до свидания, он из своего поместья делал, скажем так, дом престарелых. Туда приходили пожилые люди, их кормили, причем даже гириатры посчитали калорийность рациона, 2700 ккал в сутки они получали в VI веке, и получали небольшие денежки на то, чтобы немножко приодеться или докупить еды там до 3000 калорий, например, килокалорий. В IX веке император Византии Василий Македонянин I открывает целый ряд домов престарелых, и это становится таким популярным занятием, что в X веке их запрещают. И где-то этот запрет держится 20-30 лет, точно неизвестно. После того, как Византию разграбили, дома престарелых стали неактуальны, люди начали рассуждать о теории старения, о том, как это все происходит, но системы ухода за ними не было. До начала XX века, когда американский врач Лео Игнатс Нашер обиделся за пожилых людей и подумал, что детям, значит, очень много внимания уделено, и сформирована целая медицинская дисциплина педиатрии. И в противовес ей решил сделать, ввел термин гириатрия, это медицина о пожилых людях. Ну, он, скажем, это было самым заметным из того, что он сделал, ну так вот, в историческом контексте, и также он лечил пожилых людей, я думаю. Но самый большой вклад, да, мать гириатрии, это Марджери Лорен. Она во время расцвета идей фашизма и коммунизма почему-то задумывалась о пожилых людях, да, это вот представляете, насколько мощное гуманистическое начало у человека, да, что он в это время думает о пожилых, она становится главным, ну, ведущим специалистом по старости и по болезням пожилых в Великобритании и основывает, закладывает принципы этой дисциплины. И, соответственно, сейчас есть одна ключевая концепция, это то, что стареть можно по-разному, и в старости вы можете быть либо хрупким, либо крепким. Что это, собственно говоря, означает, да, есть такой термин frailty, который на русский язык привели как старческая астения, что означает, вот, что человек хрупкий, он имеет худший прогноз на жизнь, худший прогноз на лечение, и, например, если у человека онкозаболевание, и ему назначают химиотерапию, то больше шансов того, что ее выдержит и выживет этот человек у крепкого пациента, чем у хрупкого. Это вот такой базовый пример. Ну, и сейчас самый главный вопрос, что же будет дальше за пределами 60-65 лет, если человек становится хрупким? Деменция – это снижение когнитивных функций необратимое. Делирий. Пример деменции. Вот у меня была пациентка с легкой деменцией. Легкая деменция – это тоже довольно тяжело. И есть, значит, такой тест. Тест рисования часов для базовой оценки когнитивных функций. Я попросил нарисовать часы с циферблатом и поставить стрелки 9-20. Вы можете посмотреть. Вот, значит, циферблат. Вы видите девяточку, и здесь ровно 20 палок. Вот, то есть у нее определенно есть нарушение восприятия и снижение когнитивных способностей. И вот когда Артемий сегодня в выпуске говорил, что идея проверить Байдена и его когнитивные способности немножко несостоятельная, возможно, в этом имеет смысл, и Трамп прав. Ну, собственно, вот он и сам проверялся. Я уверен, у гириатора. Что еще может вам угрожать? Депрессия. Да, это очень частое состояние. Люди от того, что им постоянно больно, если у них хронический болевой синдром, чувствуют себя, мягко говоря, некомфортно. Но об этом подробнее позже поговорим. Падение. Это тоже синдром. Люди падают и могут из-за этого травмироваться. И если у них остеопороз, легко могут сломать себе шейку бедра. Кстати, перелом шейки бедра даже фигурирует в современной культуре, в треке «Слава КПСС». Рекомендую послушать про деда. Саркопения. Снижение мышечной силы и функции. Функциональные нарушения – это когда человек не может за собой ухаживать, не может бриться из-за слабого здоровья, не может сходить самостоятельно в туалет или не может приготовить себе еду. Снижение мобильности, как следствие, например, саркопении. Нарушение равновесия и головокружения, а также ортостатический синдром. Последняя вещь довольно интересная тем, что, например, пожилой человек встает с кровати и тут же падает, потому что у него резко снижается давление. Довольно опасная история. И также периодически ортостаз, вот эти падения связаны с лекарственными назначениями. Продолжаем прекрасную картину будущего рисовать. Также может грозить снижение зрения. Кстати, довольно интересно, как только пожилые люди корректируют себе зрение, у них включается новая жизнь, второе дыхание появляется. Они начинают очень сильно злоупотреблять своим новым зрением и начинают падать из-за того, что просто так смело идут вперед, что не замечают какую-то кочку, спотыкаются и падают. Снижение слуха. Также свойственно старости. И знаете, это хорошо, что если просто снижение слуха. Есть пример. Один интересный клинический женщина пришла в больницу и пожаловалась на то, что стала слышать гимны, которые она слушала в детстве, и какие-то детские песни. И она никак от них не может избавиться. И круглые сутки она слушает эти песни фоном. И что я хочу сказать, если у вас есть дети или еще что-то в этом духе, то тщательно фильтруйте контент, потому что возможно потом в старости они будут слушать, ну я не знаю, там что-то неприятное, мягко говоря. Недержание мочи и кава. Это тоже вообще не кайф, честно говоря. Есть такие ужасные истории, когда у человека происходит и то, и другое, он подскальзывается, падает, и дальше все, что связано с падением, происходит. Запоры. Запоры — это, кстати, довольно интересная штука. Вы даже можете проверить, насколько вы молодые. Очень интересным образом. Когда вы утром идете в туалет по-большому, вы можете измерить себе давление. Если давление до того, как вы пошли в туалет, такое же, как во время, то вы не стареете. А если чуть-чуть приподнялось, ну так, ну миллиметров на 10 ртутного столба, то это повод задуматься, конечно. Конечно. Но такого обычно у молодых людей не бывает. Старо 60-65. То есть вот японцы изучали этот вопрос, да, и вот оказалось, что у пожилых людей повышается давление во время дефекации. Также интересно, что запоры связаны с риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что когда человек напрягается, у него повышается давление, могут быть и инсульты, и разрывы сосудов головного мозга. В общем, прекрасная старость, да, вот она такая. Так, недостаточность питания и нарушение глотания, дисфагия, обезвоживание, социальная изоляция, это вот будет следующая история, пролежни, нарушение сна, одышка, анемия, болевой синдром и полипарагмазия, множественное назначение лекарств. И я сейчас, соответственно, расскажу вам, как мне пациентка врезала по лицу. Довольно интересная история в том плане, что, в общем, предыстория. Пациентка, образованная женщина, все хорошо, у нее высшее образование, но осталась одна. Ее перестали навещать родственники, очень редко к ней заходили, и она на фоне такой изоляции впала в депрессию. И в один момент ее переставало интересовать даже какое время года на дворе, какой день недели и так далее. То есть у нее все было нормально с головой, с восприятием, у нее нормальные коннективные функции, но из-за снижения настроения она просто потеряла интерес к жизни. И она просто лежала, и лежала, и лежала. И постепенно из-за этого теряла мышечные силы, у нее развивались остальные гериатрические синдромы, это то, что я вам показывал. И, в общем, как-то раз она поступила в то лечебное учреждение, в котором я проходил ординатуру. Я к ней подхожу, говорю, здравствуйте, давайте тесты с вами проведем. Я должен был, как консультант, провести с ней несколько тестов. Она говорит, нет, не хочу. Спрашиваю, может быть, вы хотя бы глаза откроете? Она говорит, нет, у вас голос противный. Я такой, окей, хорошо. Кстати, поднимите руку, кто считает, что у меня противный голос. Нет, никто? Ну, ладно. Хорошо, мне соврали, приятно. Мы начинаем общаться, на все вопросы она отвечает, но с закрытыми глазами. И мне сказали, что это прогресс, потому что днем ранее она вообще ни с кем не разговаривала. Хорошо, я не все тесты с ней сделал, она уже устала говорить с противным голосом и попросила зайти в другой день. На другой день я захожу и разговариваю с ней. Она уже сидит, ее там немножко причесывают, переодевают. И я начинаю с ней говорить, она делает вид, что меня не слышит. Опять делает вид, что меня не слышит. Я нагибаю, чтобы сказать ей погромче, и она мне дает пощечину очень такую звонкую. И вот к чему приводит, собственно, социальная изоляция, одиночество. И как одна, то есть один компонент влияет на развитие всех других. Социальная изоляция, одиночество, снижение настроения, депрессия и снижение способности к самообслуживанию. Вот такие, в общем-то, каскады и существуют в гириатрии. При условии, что человек сам за собой не ухаживает, и за ним никто не ухаживает. И, соответственно, для того, чтобы все эти состояния вычислять, существует комплексная гириатрическая оценка. Главное гириатрическое вмешательство, к которому люди в Израиле, врачи в Израиле, посвящают целые приемы. И, например, за день, за 8-часовой рабочий день они успевают принять только двух пациентов, потому что это очень большой объем работы. Вот сейчас вы видите, это результат моей искаженной немного консультации. Примерно этот набор тестов занимает примерно час. Если пациент плохо меня слышит или плохо понимает, то плюс 10 минут, например, или плюс 20. И переходим к одной из самых интересных тем. Это полипрагмазия. Полипрагмазия определяется как прием более пяти лекарств одновременно или прием больше необходимого. В итоге развиваются побочные эффекты лекарств. Обычный пациент в реальной жизни выглядит как... У него 5-6 болезней примерно хронических, которым надо назначать лекарства. И он получает 10-11 лекарств. И вот это был мой первый глубокий случай погружения в гириатрического пациента. Здесь указано лекарство в виде цветных линий. Вот их 12 штук вы видите над графиком. И, соответственно, этот график, один параметр, на котором я зафиксировался, чтобы определить, что же вызвало побочный эффект. У него началось легкое кровотечение. У пациентки пошли синячки по телу. Это называется малое кровотечение, когда принимают люди определенные препараты. И, соответственно, таким образом, проанализировав лекарственное назначение, мы выяснили, что привело к развитию побочной реакции, и ее зафиксировали, отменили лекарства, на некоторое время потом снова назначили и отрегулировали появившиеся изменения. Все это происходило прямо у постели пациентки, то есть вот на дому. Как, в принципе, таблетки против стариков работают, тоже довольно интересная история. Например, лекарство приводит к снижению функции поджелудочной железы, снижается уровень инсулина, благодаря нему увеличивается мышечная масса, но так как он снизился, и мышечная масса снижается. Белок разрушается в мышцах, и развивается саркопенея, снижение силы и массы мышечной ткани. И в результате пациент теряет в качестве жизни. Вот такое значимое снижение и мышечной массы было зафиксировано, если не ошибаюсь, у пациентки в Японии. Она в течение года принимала лекарства и в течение года сильно ослабла и стала, так сказать, хрупкой пациенткой. И, соответственно, для предотвращения таких ситуаций существует чисто гериатрическое вмешательство, депрескрайбинг. Точнее, гериатры — это как фронтмены в этом направлении. Депрескрайбинг — это отмена, замена и снижение дозы лекарств. Обычно в медуниверситетах учат только назначать лекарства, а это уже обратная ситуация — учат отменять. И вот на экране результат отмены 15 лекарственных средств. Конечно, тут еще есть некоторые нюансы с оговорочкой, что у пациентки тогда было выше давление и так далее. Но в целом мы отметили улучшение. Но в то же время это такой частный пример госпитального депрескрайбинга. То есть мы сделали это в стационаре. А также это можно делать, например, в поликлинике или в первичном зоне на дому. И это даже полезнее в каком-то смысле. Потому что если вы вспомните своих бабушек и дедушек, и если вы вспомните, сколько у них лекарств, это минимум 30 наименований. Они там все лежат по своим коробочкам. Это все нужно вот так вот сметать, выбирать только то, что им нужно, и оставлять только то, что может быть полезно. Несмотря на то, что там будет сопротивление оказано из-за того, что вот это все денежки и так далее, но нужен специалист, который это все, по идее, будет отменять и регулировать. А лучше даже два специалиста, потому что именно когда принимаются такого рода решения об отмене лекарств, это уже следующий уровень принятия решений, лучше разделять ответственность, и чтобы не было, как скажем, избыточной отмены. Да, это я вам напоминаю по поводу преимуществ, что сколько лет отнимает, чтобы зафиксировать, и, собственно, как себя спасти от убогой старости. Самый главный вопрос. Ну, во-первых, не терять связь с социумом и навещать психолога. Сейчас объясню, в чем суть. Пока вы общаетесь, есть какой-то интерес к жизни, люди, кстати, даже нашего возраста начинают меньше общаться с другими людьми, как правило. То есть там старые друзья только остаются, никаких новых контактов, люди боятся идти на новые общения. Это неправильно, нужно больше общаться, расширять свой круг знакомств и эту привычку сохранять. И тогда жизнь, собственно, кажется более интересной. и друзья, так сказать, ну, то есть вот у многих есть проблема, что со временем их партнеры по жизни или друзья начинают умирать, да, это, к сожалению, неизбежно, и из-за этого они сильно страдают. Соответственно, в итоге они оказываются в одиночестве, если это долгожитель, и его добивают уже то, что он один. И поэтому нельзя терять связь с социумом, нужно всех, ну, всегда поддерживать с кем-то общение. И также нужно навещать психолога, чтобы разбираться с какими-то незакрытыми проблемами, да. То есть в чем суть? Если есть какая-то проблема, да, внутренняя, которая не закрылась до старости, да, когда уже невозможно никак закрыть, это создаёт большие проблемы для людей. Например, одна пациентка моя говорила, что она чувствует нереализованность в течение жизни, и она очень часто остаётся наедине с собой, да, то есть, вот, кстати, не терять связь с социумом, да, и начинает сильно по этому поводу загоняться, у неё снижается настроение, потеряется, ну, так скажем, тяга к активной жизни, и, соответственно, человек сам себя загоняет в какой-то угол, из которого не собирается выходить. Wellness, да, никаких зожей, wellness, окей. Не забивать на хронические болезни. Многие хроники живут так, как будто бы, ну, ну, ладно, сейчас лёгкое течение, ничего страшного, всё пройдёт. И потом оказывается, что вот эта болезнь становится элементом, который человека добивает. Если её хорошо не контролировать, то, соответственно, она добьёт раньше. Также шаг развивать рынок продуктов и услуг для пожилых людей. Если вы вот так вот подумаете, да, что у нас есть для пожилых людей, кроме ходунков и колясок, вы ничего, собственно, не найдёте практически. Нет направления по, например, нет специально, ну, как не знаю, нет дома, который развивает, например, одежду для пожилых или какие-то ивенты, ивенты агентства для пожилых. Обычно это какая-то история связана с религией или с какими-то условно-духовными практиками. И то там тоже это плохая лидогенерация, скажем так, не все пожилые люди об этом узнают. И у них нет площадки для развлечения. Ну, вот как недавно, перед лекцией мы обсуждали, что было дальше. Один из... Женщина-гость вроде бы, Настя Ивлеева, рассказывала, что она пришла на Кинке вечеринку и увидела там пожилого человека. В Нидерландах вроде бы, если не ошибаюсь. И, собственно, видите, там есть какой-то формат досуга для пожилых людей. И, в принципе, нет ограничений для посещения тех или иных мест моральных. У людей нет никаких закрепов, да, то есть нет такого, что вот я туда не пойду, я слишком стар. А у нас есть такие вещи, да, то есть вряд ли вы увидите тусующих пожилых людей там в, не знаю, в ночном клубе это уже как-то тоже довольно архаично, да, но на каких-то тусовках довольно тяжело найти такого рода людей. нужно также впитывать новые идеи, получать новые навыки даже в пожилом возрасте, потому что всякое обучение новому, оно носит эффект, носит эффект развития, скажем так, да, в человека. И он, ну, как сказать, деградация его навыков, его мышление, она замедряется просто из-за того, что он остается на одной волне с остальным обществом. И это очень важно. Куда развивается, собственно, рынок услуг, о котором я говорил, да, это есть развитие в IT-сфере, но, опять же, там, где уровень готовности к гириатрии, к пожилым людям повыше, да, например, в Великобритании. И в России сейчас тоже появились проекты, например, ну, примеры, это агрегаторы классических сиделок, в России такие есть. Услуга внук на час, это очень забавный тип стартапов, когда молодые студенты-сиделки, да, приходят к бабушкам и, в общем-то, рассказывают просто, как у них там день прошел, как все здорово, и они им немножко денежек отдадут, они там три часа посидят, поболтают, все здорово и уходят. И уход за одинокими людьми. Вот есть робот-собеседник, мне кажется, конечно, это еще более цинично, чем просто одиночество. Вот, робот-собеседник, да, такое себе. Но люди получают инвестиции, проект No Isolation. Планирование ухода, органайзер, также вот есть вот такого рода проекты, отслеживание приема лекарств и еще какие-то элементы умного дома, например, это проект Birdie. И также существует множество датчиков падений на случай, если человек упал, чтобы ему быстренько помогли, и это ничем не осложнилось. Я сейчас занимаюсь тем, что разрабатываю систему отслеживания побочных эффектов и системы простого контроля хронических болезней. Они мы разрабатываем с товарищами. В Российской Федерации что происходит? Открываются гериатрические койки и кабинеты, то есть это в стационаре койки, где должны лечить пожилых пациентов, хотя в принципе нужны такие койки только для тяжелых больных, но их используют так, как получается. То есть денежки платят, мы будем класть всех подряд для того, чтобы сделать то, что им не нужно. И бывают такие прецеденты. Также гериатрические кабинеты – это кабинеты в поликлиниках, где врач-гериатор может принять пациентов. Но это тоже довольно циничная история, потому что, например, на 100 тысяч человек считается нужен, например, один гериатор, если я ошибаюсь, сейчас, или на 200 тысяч. И обычно в поликлиниках есть только четверть ставки, и за эти четверть ставки в день гериатор может принять двух пациентов, что очень мало на самом деле. Точно так же, например, мало дают участковым врачам на то, чтобы обследовать квот на обследование пациентов. То есть, например, нужно делать определенного рода обследование каждому пожилому человеку ежегодно, таких людей на участке 300, а дают на эти обследования 12 направлений. Ну, такая российская амбивалентность, что поделать. Также развивается государственное частное партнерство, это офлайн-мониторинг пожилых, когда сейчас будет запускаться пилотный проект, из частных клиник будут приходить к пожилым люди врачи и оценивать их состояние. И также обучаются врачи по специальности гериатрия, и эта армия должна вылечить всех пожилых пациентов, которых в России сейчас больше 14 миллионов. Ну и в завершении всего, да, так вот, если общим экскурсом пройтись, да, у меня был пациент-дизайнер или архитектор космических, ну, дизайнер космических интерьеров, Галина Балашова, может быть, вы ее знаете, очень интересный человек в Советском Союзе, делал внутренности для советских кораблей. Спасибо за внимание.